Друзья, привет! Сегодня будет интересный выпуск и отличаться от предыдущих он будет тем, что нам удалось купить машину. И даже не одну, но судя по названию, вы это уже поняли. Не буду долго вас томить и мы сразу перейдем к работе. Прежде чем ехать смотреть первую машину, это у нас Subaru Outback, мы соберем первичную информацию. Я вообще всем всегда рекомендую, собирайте информацию о машинах. Сегодня мир технологий, век информации, люди покупают не только машину, но они покупают информацию. Мы это будем делать, естественно, по традиции с помощью сервиса Автокод Профи. Напомню, что это такое. Это сервис безлимитных проверок. Что это значит? Вы платите абонентскую плату один раз за месяц и проверяете сколько угодно автомобилей. Не нужно платить за каждый отчет в отдельности. Кстати, очень удобный и широкий функционал. Можно даже проверять японские автомобили по номеру кузова. Использовать его как CRM-систему, то есть вы когда работаете с машинами, делать пометки и напоминания о себе, чтобы перезвонить позже тому или иному клиенту. Хорошо, вбиваем госномер. И что мы видим? Subaru Outback 2011 год. Видите, вот тут есть зелененькие точечки и красненькие. И очень удобно, когда есть красненькие, это значит, что нужно на это заострить внимание. У нас дубликат ПТС выдавался и приобреталось в лизинг. И вот в эту сторону мы будем сразу же копать. Окей, дубликат ПТС в принципе для машины 2011 года это не так критично. Такое бывает. А вот лизинг нам нужно разбираться. Окей, первый владелец был в 2012 году и это была компания, юрлицо. И в 2013 уже был физик. Соответственно, такое бывает. И кстати, а на кого выдавался лизинг, здесь тоже показано. Мы видим, что лизинг выдавался в 2012 году как раз на юрлицо. С этого времени прошло уже много лет и все окей, ничего не произошло, никаких судов, ничего не всплыло. Соответственно, это нормально. ДТП не обнаружено, пробег претендует на родной. Там он 170 тысяч километров. В общем, неплохой отчет, меня здесь ничего не смущает. А вам я рекомендую оформить подписку на сервис Автокод Профи. Ссылочки будут в описании. Переходите, пользуйтесь, очень удобно. Как твое? Да, без ключевый доступ, по-моему, есть. Ну давай, ладно. Кожа, смотри. Что-что? Кожа. О, кожа светленькая. Кстати, приятная кожа, да? Такое ощущение, что он полирнул ее, да, как будто машину? Да, машину полировал. Да, ну давай я сейчас покраску посмотрим. Кстати, с люка, аппликация неплохая. Вот это как будто бы мененая пара. Да, да. Разноцветная она, по-клеве. Ну и что? Не крашеная. А проверить, сколько у тебя бьет? Ну давай посмотрим, сколько у тебя. 104. У меня 94. 10 разбег у нас. Ой, слушай, смотри, какая шпаклевка прикольная. Ты видел? Смотри, какая. Ну это переделыватель. Ну да, раз, шипец. Ой, это 1700. Это 3200. Смотри, кто больше, давай. Не, не пробивай. Ну-ка, а у меня? А у меня тоже не пробивает. Броня. Здесь броня. Броня просто. Броня крепкая, и танки наши, как там, быстро или как-нибудь, не помню. Две двери, получается, да? Да, шпаклевка. Со шпаклевкой. Багажник видно даже по шедрению, что он крашен. Диски, да? У меня каска, у меня каска не было. Нормальные. Вот двери, получается, крутились. Задние. Передние двери тоже крутились. Балки, видно, включены. Ну, нужно есть масло. Вот масло здесь импетелки добавляем вообще. И масло. Ну, слушайте, а у вас что здесь? Тоже авария была, да? Да, я же говорю, добили ее. Ну, она что-то вся прям подбитая, да? Такая прям нормальная. Ну, видно, ее вот до меня стукнули хорошо, да. Ну, там, да, там полка. Да, полка крыла такая. Скорее всего. Здесь тоже паяли, Игорек. Тоже с этой стороны, да? Ну, вот с этой, да, полка крыла получается. Фары паяные передние. По багажнику. Тоже снимался багажник. Тереть болты. Все, договорчик в две руки быстрее. Вот она стоит, ожидает. Ну, что, Коля пошел рассчитываться по Субарику. Я думаю, нормальное приобретение. Цена хорошая. 550, вообще супер цена. Рынок у них там 780, 800 и выше. Ну, с учетом того, что машина не очень ликвидная, я думаю, придется попродавать. Давайте покажу сейчас внутри хотя бы немножко. Ну, так, ребят, нормально, что. Серенький цвет, светненький салон. Кожа интересная, перфорированная, видите. Память сидений есть, да. Ну, прямо сейчас ее здесь отфоткаем. Вот. Прикольно, смотрите. Электроручник. Кайфовая тачка, ребят, реально кайфовая. Люк, едет нормально она. Что-то вам не нравится 2.5 Субару на вариаторе. С Николаем, пожалуйста, сразу. Это машина и это продавец. Типа, приедете, будет он. Чик-чик, все. Коля поехал размещать Субарик. А я тем временем толкаюсь в пробки, чтобы посмотреть следующий вариант. Это Газель. Да, после Субару я планировал поехать посмотреть Газель. 2005 год. Это уже такая с новыми фарами. Не вот эти прямоугольные, но она карбюраторная. Кстати, не знаю, насколько хорошо карбюраторная или нет. Но читал, что вроде как их берут и даже очень неплохо. И, кстати, ребятки, по толщиномерам. Да, помните, CarSys толщиномерчики. Кому нужно, смотрите, какую акцию и очень крутую фишку я запускаю до конца лета. Кто купит этот толщиномер, вы получаете в подарок 10 уроков от меня по перепродаже автомобилей. То есть это вот полный такой цикл уроков, который поможет вам полностью построить прибыльный бизнес по перепродаже. Короче, ссылочки в описании. Вот такая штука по... Да, вот эта вот. Ну короче, вот эта вот меняется она, варится. Эта варится, эта варивается. Ну, это ремкомплект, в сути, есть. Это отрезается, так вот она. И ремкомплект вставляется. Вот она вся такая. Там чашка такая. Так, рама целая, да? Она без аварийной машины. Вообще общается. И вот эта часть отрезается, вот эта вот. И эта накладка тоже продаётся. Тоже делается, я понял. А ремкомплект у нас есть. будка вот по той стороне то же самое будку я в этом году вначале а у них где-то вин должен да на раме быть да здесь вот где баллон газовый мы не видим по этой стороне не открывается резина все дано такая на холодном как заводится вот эти места в севере тоже подгнили да какие вот это вот лонжерон смотрите кто приехал а это миша и вон без рубашки этих сайт не сразу даже узнал и у тебя вид другой прям ты как ты как альмера которая короче мы с мишаней поедем сейчас забирать газы газы ляку вот это лишь инструменты взял два чемодана инструментов вот здесь вот да сейчас я покажу я не буду забегать вперед мы отдельно от снимем да да мы отдельно от снимем альмера потому что я знаю что люди там 9000 человек уже посмотрела и они ждут ответа что типа происходит как бы но мы не будем спойлерить все я не показываю я не показываю вы это не видели единственное что я тебя спрошу сколько времени прошло с нашей встречи наверное недели три недели три альмера у тебя я все мы дальше расскажем короче ладно поехали за газелью а альмерка у нас отдельный сюжет будет как вот твои первые впечатления смотри ну неплохо а тут и так забраковал сразу типа ну блин что-то газель за 60 видишь как с порогами здесь дела обстоят это ужасно ну как бы он говорит вот так типа срезаешь да говорит и все переваливаешь за то же ремкомплект вот эту подножку видишь там как бы тоже тебя да зато будка смотри какая ну здоровая да заводи только сюда вот смотри не вставай а тут него нет здесь знаешь как называется эти как и называют скажи мне школы шкварки какие-то он горел там шкварня на шкварня это шкварню надо сделать я понял задняя зашек нет вот так и назад в ту сторону да 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 вот это вот звучали тебе как поле чудес наш якубович очень интересно но ничего не понятно да 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 в чем прикол подсос может вытащить на саду подсос вытащим только он говорит газ нажать говорит газ нажать и вытаскивать подсос типа и еще говорит на масло чуть говорит подзалить потому что она стояла там что-то туда-сюда масло есть ну вообще на купить по холодно не надо левать на минималку улыбаем подсос вообще на изи вот так михаил готов путь дай бог она доедет смотрите тронулся вообще в ночью газель бомба просто мы вчера перегнали газель приехали в три часа ночи сейчас девять утра я не выспался не позвонил николай говорит есть варик хендай солярис поехали смотреть как бы вроде там интересный вариант таксишный правда ну нормально если вам интересно где мы находим все эти варианты как торговаться вообще как построить бизнес по перепродаже автомобилей закрытые стримы ссылочки в описании подписывайтесь там все рассказываю уже более 15 часов материала все ладно поехали смотреть солярис у нас крыло до основной вопрос по кругу и на такая уже тоже понижена дверь притерта ковер подзатертый бампер коряво сделаю красилась до крыло вот это ну она бишь вся по этой стороне притерта его надо струкнуть трассе подшатывается а здесь еще свеженькая все ну что господа солярис куплен ну пока у нас его нету то есть мы сейчас в химках подписали все бумаги и сейчас поедем обратно в кузьминке короче когда хозяин ушел правда с ключами от машины у нас документы остались мы мы как бы предусмотрели этот момент да ну что солярис 600 тысяч рублей обычный нормальный таксишный солярис 19 год 19 года сейчас такая ситуация в москве что много людей из-за вот этой всей коронавирусной истории перестают работать в такси и плюс еще у них там какие-то регламенты доводятся что там 8 часов в день работать и так далее так далее короче и много прям таксистов кто продает машины так а 4 где а 4 там солярис в итоге мы решили расклеить сейчас везем его на покраску расклейку сегодня еще нужно будет отфоткать газель пока не стемнело я надеюсь что успеем это сделать subaric мы кстати уже выставили еще вчера как только купили кто в москве живет вы должны знать это место по многочисленным фоткам автосалона вот здесь видите вот такой автосалончик ну эта площадка на улице вот здесь малярочка находится тогда все красиво на себя вы содрать она чистая им чистку не надо вот сторону и полировку я уже ее отфоткал хотите вам фотки покажу смотрите бомба на на фоне заката красивая газеляка давайте походу завести сейчас подножку лучше не вставать и о блин видите сразу визиточка ремонт газелей нет не так а вот так ну на себя это очень странно ну ладно нейтралка под соситу вот под соситу и с газом надо вытаскивать а вот поэтому не вытаскивался и теперь час икс вообще кай все парни значит продастся налегке еще у меня была идея сделать бизнес на газелях подать объявления и возить мебель посмотреть может ее смогу отбить за месяц самом деле они жестко поэтому не стану этого делать ладно пойду размещать и пробовать продавать так ребят ну что прошло три дня как газель продажи она еще будет у меня вы поняли вот все они обманывают я поделюсь плюсах минусах вообще продажи газели тонкостях нюансах во первых фишка в чем допустим когда у тебя какая-нибудь camry там знаешь продается или даже логан какой-нибудь пресловутый ты можешь на нем ездить вот на этой машине ездить невозможно по делам ты на ней не помотаешься сейчас она у меня стоит на платной парковке я сейчас погоню к дому вы понимаете да чтобы доехать это надо делать перчатки это вот так вот надо опускать окном все выращение опускается я весь мокрый не обращайте внимания я не был в душе я просто ехал на газели рассказываю короче машина продается третий день вот сегодня за это время ну по сути за двое суток предыдущих было три показа это очень классная активность по такой машине каково же было мое удивление что из этих трех показов все три это были семейные пары то есть мужик женой я ожидал что приедет какой-нибудь газелист мужичок с ноготок а здесь приехали ну приезжали в семейные пары первым не понравилось вообще до смешного на самом деле все три я считаю это вообще не целевые клиенты на эту машину 1 не понравилось что менее на мотор при этом все на мотор есть документы короче в общем когда муж женой приезжает обычно жена начинает влиять на мужа паникой и муж как бы он такой ну ладно вторая пара приехала принципе все понравилось их слова были такие что за из всех газели которые мы посмотрели это самое лучшее но мы приедем через несколько дней со специалистом мужики блин какой специалист тачки 17 лет третье это вообще самый фиаско был показ я даже не хотел долго показывать таким людям изначально уже понимал что диалог не задается в общем история ними звонят мужик говорит все и ну типа мне главная техника я говорю машин говорит заводится вот чтобы она заводилась ехала и была целая рама я вообще не вопрос заводится едет рама целая подходит машине знаете чё первое говорит ну не ну давайте как бы ее откроем бегаю ну слушайте дверь как бы замок не работает у него была такая реакция как будто я сказал в принципе машина не на ходу ну так куда ладно замок не работает да не вы что да ну как-то это вообще получается игре такие одну давайте скину цена вопроса тысяча две рублей починить этот замок не гетну а мы другую смотрите гриб правильно дети игры другую смотри в общем сейчас еще один едет дай бог будет менее странный человек чем предыдущие три все до свидания до свидания газель ну что газель я продал показывал ее в итоге раз шесть на самом деле очень сложный сегмент казалось бы невысокая цена до 120 там 130 тысяч рублей машина ну понятная такая да ну ржавенькая и так далее но у людей в этом сегменте ожидания как будто они приезжают смотреть чуть ли но не новый автомобиль то есть многие удивлялись у отчета ржавая сильно или типа того что там замок не работает ну понимаете да такие мелочи но для людей это важно потому что в этом сегменте люди считают каждую копейку допустим subaru тоже уже продали причем я ожидал то что мы продадим сначала solaris потом subaru и газель ну точнее solaris газель subaru получилось наоборот первая газель потом subaru причем приехал один человек мужик приехал посмотрел все понравилось забрал понимаете в отличие от той же самой газели solaris еще продается но я думаю что тут вопрос времени он продастся в принципе все окей друзья хорошие были сделки хороший такой цикл сделок и продаж надеюсь видео как-то было вам полезно на этом все друзья всем пока